Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Let's Know Stay Friend. Это визуальная новелла, и в такие игры я раньше не играл, первый опыт, так что давайте посмотрим. Я нежусь на лесной лужайке в окружении цветов и густой травы. Солнце ласково умывает меня светом, нежно касаясь моего лица своими лучами, поглаживая кожу и щекоча веки. Теплый воздух гладит мне щеку, до моего слуха доносятся пение птиц и... Слова? Раешься? Чего? Сколько еще собираешься спать, я тебе спрашиваю, вставай. Так я сплю, тогда ясно, почему мне так приятно и... Погодите, этот голос. Видение прекрасной поляны испарилось в один миг. Я встретилась взглядом с Фрэнзом. Кхм-кхм. И тебе доброе утро. Это было внезапно, пусть я и знаю его уже целую вечность, но такое утреннее пробуждение, оно действительно было неожиданным. Что ты здесь делаешь? Даже не знаю, подрабатываю будильником. Вечно он со своей язвительностью. Неужели хоть раз в жизни он не может нормально погов... Погово... Погодите. Обычно по утрам он ждет около общежития. И если в этот раз ему пришлось зайти ко мне и разбудить... Который час? Первое занятие уже длится... Минут десять. Чего? Не может быть. Я проспала. Мы опаздываем. До класса добираться минут пятнадцать. А мне еще надо собраться. Мама убьет меня, если я снова окажусь на грани отчисления. Да еще перед самым выпускном. А это непременно случится, если я снова попадусь на опоздании или, что еще хуже, прогуле. Я подскочила, путаясь в одеяле и заставив Френза отпрануть назад. Иначе он случайно получил бы одно из моих конечностей по лицу. А потом чуть не свалилась со своей же кровати, постоянно забывая, что она двухъярусная. Эй-эй! К счастью, он умудрился вовремя меня поймать и сам не потерял равновесие. Оказывается, он встал на стул, чтобы дотянуться до моей койки. Было близко. Да, опоздание на урок еще не повод совершать самоубийство. И потом для анкираша смерть не относится к уважительным причинам для пропуска. Я потеряла ориентир, потому что была с просонья, а ты сбил меня с толку. Теперь еще я во всем виноват. И как долго ты собираешься светить ночнушкой? Точно, надо собираться, а не выяснять отношения. Фрэнс отошел от лестницы, и я смогла спуститься, на ходу схватив лежащие на столе вещи. Хорошо, что я все аккуратно сложила со вчерашнего дня. Стоп! А где носки? Вот всегда они исчезают в самый неподходящий для этого момент. Под подушкой. Это абсурд! Что они там могут делать? Лежать? Этого не может быть. Я же не настолько еще... Поверить не могу, они действительно здесь. Это... это случайность. Это безалайберность. Я знаю тебя лучше, чем последовательность букв в алфавите. В любом случае, это все сейчас не имеет значения. Надо срочно привести себя в порядок. Итак, майка. Погоди, ты ведь не собираешься переодеваться при мне? Я надеюсь, мне не нужно будет платить за это. И у нас здесь... Выбор ответа. Потребовать... Мы играем за девушку, я так понимаю, да? Потребовать, чтобы он отвернулся. Не придавать этому значения. Ну, давайте не будем придавать этому значения. У нас нет времени, чтобы думать о таких мелочах. Ты что, солдат в казарме? Жаль, что не соображаешь. С такой же малоненосной скоростью, как убывает твоя женственность. Твои глупые шутки сейчас совершенно не к месту. И потом. Мы знакомы сто лет. Мама до сих пор обожает вспоминать, как купала нас в одной ванночке. Ё-моё. Мы всегда были прямо как брат и сестра. Да, брат и сестра. В его глазах и голосе мелькнуло что-то странное. Впрочем, у меня нет времени думать об этом. Он все-таки отвернулся. Кстати, ты не забыла, какой сегодня день? День, когда профессор Анкераж оторвет мне голову. Сегодня у нас контрольная. Поиск артефакта на местности. И прямо сейчас проходит инструктаж и регистрация команд. Он что, шутит? Сегодня? Действительно забыла. Мне стоило догадаться уже в тот момент, когда мы начали опаздывать. Я готова была взвыть от досады. Ведь это была очень важная контрольная работа. От нее очень много что зависело. Задание заключалось в том, чтобы до конца дня найти артефакт в одной из локаций на острове нашей школы. Этим предметом был портал, который должен принести нас обратно. Благополучно вернувшиеся получали оценку. На самом деле, это было не так-то просто, ведь на острове всех учеников поджидает множество сюрпризов. Можно заблудиться, попасть в ловушку охотников или в лапы диким тварям. Профессор Анкераж обещал, что все должно быть в порядке. Но словам этого старого садиста верится с трудом. Да и фраза, как минимум, большая часть из вас, скорее всего, выживет, звучала как-то неутешительно. Однако, я надеюсь на Френза, ведь он мой друг, напарник и один из лучших на их курсе боевой магии. Он мне сразу сказал, что у него есть какой-то план и нам вовсе не обязательно полмесяца готовиться, как остальным парам. Наверное, именно поэтому я совершенно забыла про контрольную. В таком случае, это опоздание его вина, а не моя. Ты скоро? Бедный одинокий портал устал тебя ждать? Значит, следовало разбудить меня еще раньше. И потом, с чего вдруг такой энтузиазм? Разве не ты терпеть не можешь подобные задания? Я? Просто это будет интереснее очередного занудного рассказа о том, как Анкераж самостоятельно избавил Оракул Тотем от проклятия Вечной Вони. Ха! Блин, приколистый. Тут ты прав. Я всегда прав. Лучше поторопись. Странно, если бы я не знала, что Френзу совершенно неинтересный, контрольный, я бы посчитала, что он в нетерпении. Возможно, он тоже не хотел получить выговор от профессора, хотя с его успеваемостью ему все равно ничего не грозило. На их курсе его считали чуть ли не гением. И действительно, было за что так назвать. Я в этом не сомневалась, потому что много раз видел его в действии. Кстати, тебя совсем не беспокоит, что у меня есть фантомный ключ от твоей комнаты и возможность зайти в любое время. Отнестись к этому спокойно. Выразить беспокойно. Давайте спокойно. А что в этом такого? Это же ты. Я ведь тебе доверяю. Ты просто нечто. Серьезно, неужели такие наивные люди, как ты, все еще существуют? Впрочем, может, все именно из-за этого. И потом, ты сам знаешь, что мама не шлет мне денег, я живу на стипендию, и красить у меня совершенно нечего. Кроме, пожалуй, амулетов и качественного нижнего белья. Еще лучше. То есть, ты вот такого обо мне мнения? Ты первый начал переживать на этот счет. Я же тебе сказала, что меня это мало волнует. Зато ты меня разбудил, и теперь у меня есть шанс успеть. Отлично. Мало я был твоей нянькой, кухаркой, уборщицей и прачкой, так теперь я еще и будильник. Ты что-то сказал? Сколько можно ворчать? Я слишком резко развернулась в его сторону, запнулся стул и... Упала, растянувшись на полу. Ать! А ведь что-то хотел другое сказать. Я сказал, что вижу твои трусики. Ой! Ну я же в штанах. А ты не расслабляйся. Просил же перестать надо мной смеяться. Я гневно поправила кофточку, быстрым взглядом окинула сумочку. Хм, чего-то не хватает, чего-то важного. Ты не будешь брать то химическое оружие в самоохлаждающейся упаковке, которая лежит на тумбочке. Это не оружие, это мой обед. Трагично. Хорошо, что я успел приготовить свою версию. Постоянно он потешается над моей готовкой. То, что у тебя получается вкуснее, это еще не дает тебе повод дразниться. Буду считать это комплиментом. Один бутерброд ты уже заслужила. Надувшись, я положила свою провизию в сумку. Однако, я правда была благодарна Френзу за то, что он и обо мне позаботился. Кажется, теперь все. Я готова, так что побежали быстрее. Честное слово, Френз, сколько можно тебя ждать? Наглой, как и всегда. Не могу поверить, что пойду в лес с такой неуклюжей неумехой. Мы вышли в коридор. Я бегом, Френз, широким спокойным шагом. Потом он остановился, тяжело вздохнул и запер дверь моей комнаты фантомным ключом. А ведь я в суете совсем об этом не подумала. Я кинул на Френза взгляд полной благодарности. Он может ехиничить сколько хочет, но мы оба знаем, что он прекрасный друг, на которого я всегда могу положиться. Надеюсь, наши отношения останутся такими навсегда. Утро изрядно потрепало мне нервы, но потом все пошло гораздо лучше. Это немного успокоило меня. Преподаватель сначала опоздал, потом долго читал нотацию и только после этого очень медленно регистрировал каждую пару студентов. А ведь сегодня на поиск артефактов собрались сразу два курса. Когда мы с Френзом пришли, наше опоздание осталось совершенно незамеченным. Я чертовски удачливая. А что касается пропущенного инструктажа, Френз только закатил глаза и сказал, что как-нибудь сам догадается не трогать и не кормить диких зверей. Он был как никогда прав. Кроме того, локацию все команды выбирали сами, территория вокруг школы были нам примерно знакомы, а про свойства порталов мы слушали почти весь год. О небо, неужели обошлось? В следующий раз, если вовремя не проснешься, отправлюсь один. Драться с лесными тварями гораздо проще, чем будить тебя. Не получится, на задание отправляют только командами. И потом. Я же знаю, что ты без меня все равно никуда не уйдешь. Действительно. Кого же я тогда принесу в жертву духом леса, для получения удачи? Не будь таким вредным. Я ведь уже извинилась за то, что кукушка в часах заболела. Эй, надо отдать ее звериному лекарю или специалисту по магическим механизмам. Хм, кто вообще может починить голема кукушке? Говорил я тебе, не покупать ничего у бродящих тайванских некромантов. Мы сели на заднюю парту, чтобы подойти в самом конце. Не хотелось участвовать в общей давке и ненароком нарваться на гнев товарищей, которые пришли раньше нас. Все равно старт был общим для всех и начался только через час после завершения регистрации. За это время нам еще надо было переодеться, собрать снаряжение и добраться до локации. Это контрольное проводилось для участников двух групп. Моего курса с факультета мастеров артефактов и для изучающих боевую магию, к числу которых относился Фрэнс. Сотрудничество специалистов по артефактам и боевых магов было очень эффективным. Оно позволяло организовать отличные команды, каждый участник которых отвечал за определенную часть работы. Конкретно в этом задании один искал артефакт и использовал его по назначению. Второй подстраховывал напарника от опасностей, которые таила в себе местность. Учитывая коварство тренировочных локаций этого острова, последнее было довольно важным. Мы точно поступили правильно, выбрав лес мудрой росы. Ты беспокоишься? Не волнуйся, я прикрою тебя, если это понадобится. И не дам в обиду ни одной рогатой белке. Я знаю, поэтому рассчитываю на тебя. Как будто я дам тебе завалить контрольную, от которой зависит и моя оценка тоже. Глупая. Ты снова за свое? Что за невыносимый человек? Впрочем, я очень рада, что сегодня он будет со мной. Это добавляет мне смелости. Вдвоем мы справимся с этим, правда? Естественно. Что? Все же, когда ты не упрекаешь меня или ворчишь по поводу и без, мне приятно проводить с тобой время. Даже ты можешь быть милым. Эммм, я? Всегда оказалось странным, что ты ни с кем не встречаешься. Смуту его вогнала. Потому что ни одна другая девушка не обладает такой же самоотверженностью, чтобы терпеть его целый день. Только его не хватало. Здравствуй, милашка Ински. Привет, Таф. Таф однокурсник Френза. Тоже боевой маг. Он второй по силе в нашей школе и всегда выглядел как человек, только что уложивший пятерых медводарил голыми руками. Возможно, именно из-за своей самоуверенности он так популярен у девочек. Честно говоря, я узнала об этом довольно поздно, потому что была занята попытками заработать стипендию. Мы давно не виделись, поэтому я подумал, что ты уже по мне соскучилась. Потрясающий вывод. Обижаешься, что я пришел не к тебе? Еще бы сто лет твоего лица не видел. Грубишь. А ведь я пришел не просто так, а с важной новостью. Тебя, наконец, выгоняет из школы за отсутствие каких-либо знаний? Бьешь в уязвимое место? Что за низость. Но кто будет обращать на тебя внимание, когда рядом находится такая очаровательная девушка? Ински, я с новостью для тебя. И ожидаю, что со мной будут обращаться как с гонцом, который принес благую весть. Не так давно в одной из горных пещер образовалось место зарождения ценных минералов. Пещера была совершенно пустой и заброшенной, но недавно они выросли, словно грибы. Они светятся красноватым светом, а внутри у них словно капля сверкающего золота. Чудо природной эстетики. Это... Анест? Редкий легендарный камень? Тише, милашка. Ты же не хочешь, чтобы кто-то еще об этом узнал? Это только наш секрет. Не может быть. Поверить не могу. На острове нашей школы появился Анест. Возможности Анеста потрясающие. Они несут в себе вековую мощь. И этот камень способен появляться внезапно из своих осколков, словно он не минерал, а растение. С ней может получиться самый великолепный амулет, который я когда-либо создавала. Мне нравится твой деловой подход. Брось. Горы не самая комфортная местность, особенно для тех, кто способен запнуться о свою же ногу. Но... Кроме того, мы уже подписались на лес мудрой росы. Неужели никак нельзя сменить место? Есть вариант получше. Можно сменить напарника. Что? Это место не так-то просто найти. Но я собираюсь пойти именно туда. И потому предлагаю тебе составить мне компанию. Ведь это может помочь тебе в твоих исследованиях, не так ли? Это правда хорошая возможность разом решить сразу несколько задач. Научная работа, просвойство этого камня и экспериментальном амулете помогла бы мне получить отличную оценку на экзамене. Кроме того, у меня появится новый амулет. Может, я даже смогу открыть какой-нибудь секрет о Несто. Учитывая, что я один умею так хорошо ориентироваться в горах. Вполне вероятно, что кто-то с вашего курса тоже решит покорить неприступные горы забвения. Так что решайся. Непростой выбор. Так, ребята. У нас тут выбор ответа. Но я думаю, что насчет этого мы с вами уже поговорим в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Кстати, пишите в комментариях, понравился вам или нет. И стоит ли продолжать. В общем, всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!